ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Первое – осознание ситуации Вся палитра наших чувств, ощущений и оценки сводится к двум простым понятиям – любовь и нелюбовь. Именно они влияют на наши мысли, желания, поступки, отношения с окружающими. И любовь, и нелюбовь способны одинаково вызывать чувство вины. И первый шаг к избавлению – это определить для себя, под воздействием каких из этих двух состояний вы совершили ключевой поступок. Для этого мысленно вернитесь в ситуацию, которая не дает покоя, и почувствуйте свое отношение к причине ее возникновения. Другими словами, все при мысли, о чем на душе тепло, независимо от дальнейших последствий – это любовь. Даже если ты съел вкусный кусок торта из чужой тарелки, а если вы, прокручивая ситуацию, ощущаете неприятие, агрессию, злость, стыд – это не любовь. Шлепнул кота, например, который нагадил в тапок, но потом как-то неприятно на душе. Как только вы поймете, под воздействием какого чувства произошло событие, значит, вы его осознали. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное – подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Второе. Принятие. Любое решение, принятое в конкретный отрезок времени, под воздействием конкретных эмоций было единственно верным. В ту секунду вы не могли поступить иначе. Возможно, через минуту после сказанного и сделанного вы бы все переиграли, но на момент совершения поступка этой минуты у вас не было. Обстоятельства, эмоции и ваше отношение – любовь или не любовь – именно в этот момент сформировали вашу волю к тем или иным поступкам и словам, которые в настоящем имеют для вас тяжелые эмоциональные последствия. Ситуация. Вечер после тяжелого дня, на работе скандал, долг не отдали, соседка нахамила, дома есть нечего и так далее. И тут ребенок закапризничал по пустяковому поводу. Всех собак спустили на ребенка. Как только отпустило, тут же чувство вины. Ребенок-то тут при чем? Решение. Состояние, которое привело к срыву стресс, усталость, потребность покоя, чувство жалости к себе. Все это эмоции, накопленные за день. Это не любовь. Организм просто не выдержал еще одно испытание. Примите свою неидеальность в этой ситуации. Да, вы не правы, но так бывает. Практически любой человек поступил бы так же. Будь на вашем месте. Винить себя не поможет. Самое лучшее, что можно сделать, просто в следующий раз поступить совсем по-другому. От этого будет лучше вам и всем окружающим. Третье, последний этап. Это прощение своей же вины. Нужно вспомнить то событие, за которое тяготит чувство вины, и встретиться с собой только с позиции сегодняшнего «я». Вы накричали на ребенка. Он расстроился, расплакался. Вы понимаете, что он не виноват в ваших проблемах, но потеряли контроль над собой. Вы осознали и приняли ситуацию. Решение. Вы стали взрослее и мудрее того родителя, который сорвался на ребенка. Ваша жизнь стала более размеренной и спокойной. Вернитесь в то время, когда вы погрязли в работе, быту, долгах. Ваша нервная система просто не выдерживала тех нагрузок. У вас не было тогда опыта и знаний, позволяющих адекватно справиться с ситуацией и стрессом. В ту минуту, когда на каприз за ребенка вы ответили агрессивно, вы просто не могли ответить иначе. Именно так вы видели путь к тишине и покою, в котором нуждались. У вас не было сил, знаний и воли поступить иначе. Простите себя за свою неизиальность в этой ситуации. Примите полученный опыт и поблагодарите за этот урок себя и тех, кто был с вами в этой ситуации. Как только вы научитесь прощать себя, вы сможете по-настоящему прощать обиды, нанесенные вам от других людей. Как использовать обиды для саморазвития? Если вас раздражают чужие опоздания, критика, сплетни и так далее, это явный признак того, что в вашей жизни были случаи, за которые вы до сих пор испытываете чувство вины перед самим собой или кем-то другим. Это лишь проекция вашего подсознания на то, что вы сами чувствуете себя виноватым за свои опоздания, осуждения, сплетни и прочие нелицеприятные вещи. Мы не видим в других того, чего нет в нас самих. И входит, что каждый раз, когда мы на кого-то обижаемся или не можем что-то простить себе, это показывает наши собственные сегодняшние проблемы в саморазвитии. Поэтому, если вас что-то в ком-то задело, значит, подсознание вам указывает, над чем надо поработать. Как автор канала про обучение и саморазвитие, советую вам делать это регулярно. Тогда буквально за пару месяцев ваша жизнь изменится кардинально, причем в лучшую сторону. Тогда ваши старые обиды только помогут вашему развитию, и вы легко научитесь прощать себя в любой, даже самой трудной жизненной ситуации. Ведь трудные ситуации делают нас еще лучше. Ну и, конечно, возвращайтесь, заходите чаще ко мне на канал и ставьте лайки, подписывайтесь. Добра, мудрости и удачи. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok